Золотая свадьба – это целая жизнь. Это плод совместного труда на протяжении долгих лет. 50-летний юбилей свадьбы говорит о большой любви супругов, пронесенной ими сквозь года. И вот спустя столько лет они снова стоят друг перед другом и, как прежде, клянутся вечной любви. Татьяна и Александр познакомились в 1973 году во Владивостоке. Спустя год поженились. В 1979 году приехали жить в Славянку. Спустя время в молодой семье родилось трое детей – дочь Ирина и сыновья Сергей и Максим. Татьяна Константиновна 35 лет отработала воспитателем в детском саду «Тополёк». А Александр Фёдорович устроился на славянский судоремонтный завод, где трудится шлифовщиком по сей день. С этим замечательным событием молодых поздравила заместитель главы Хасанского округа Ирина Старцева. Она пожелала супружеской паре крепкого здоровья и прожить как можно дольше в мире и согласии. От трудового коллектива славянского судоремонтного завода и думы Хасанского округа «Тёплые слова поздравлений» адресовала юбиляром депутат Татьяна Абросимова. Председатель Совета ветеранов славянки Айшама Миновна Акелбекова и член ветеранской организации Людмила Владимировна Дмитриева также обратились к виновникам торжества с добрыми пожеланиями. Поздравить со знаменательной датой супругов Дубровских пришли их коллеги – родители бывших воспитанников Татьяны Константиновны. Они с теплотой благодарили её за ту любовь и внимание, которое она дарила их детям. Ну и, конечно же, поздравить семью юбиляров пришли самые дорогие и близкие им люди – дети, внуки и маленькая правнучка, которые очень любят и гордятся своими родителями. Торжественную обстановку такого значимого мероприятия украсили выступления юных артистов Клуба культуры микрорайона Нерпа – Варвары Масаковой и Ясмины Авакимян. Они подарили юбилярам и гостям праздника несколько песен и прочитали стихи. Ну и, конечно же, по традиции, золотые юбиляры оставили свои подписи в книге почётных юбиляров семейной жизни. Исполнили свадебный танец и разожгли свечи от огня семейного очага – сердца России, привезённого из Свято-Троицкого монастыря святых Петра и Февронии. Этот огонь символизирует семейное тепло и уют, маленькие огоньки которого будут освещать путь замечательной семьи и согревать сердца родных и близких ещё долгие годы. Виктория Беляева, Новости Славянки.